Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Вопросы, на которые требуется духовный ответ. Сегодня начался Успенский пост. Сегодня Медовый спас, или еще этот праздник, называют происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. Батюшка, о чем вот этот праздник? К посту перейдем чуть позже. Сам праздник изнесения и происхождение честных древ Креста Господня. Такое необычное название. Длинное и необычное. Хотя церковь посвящает 4 дня в году особому поминовению Креста Господня. Это 27 сентября, воздвижение Креста Господня. Но вот этот день особенно церковью установлен, потому что в Византии это было время как раз особых моментов, когда были болезни. Начинали распространяться болезни. Заканчивалось, уже был жаркий период, различные эпидемии были, были частые опасности. И поэтому в это время выносили часть Креста Господня, которая хранилась в церкви, в Кафедральном соборе Константинополя. И носили его по улицам. Носили по улицам и совершали водосвятные молебны. И этой водой окропляли улицы. Освещали город. Освещали город, освещали людей, освещали дома. Давали эту воду людям пить, для того, чтобы предотвратить распространение этих болезней. И отсюда эта традиция и пошла. И каждый раз, когда церковь в какой-то один день совершает водосвятные, так называемые водосвятные молебны, освящение воды, она совершается как раз по чину вот именно этого, первого, значит, вот этого дня, первых освящений вот этого вот святой воды в праздник, в изнесение Креста Господня. А медовый спас имеет к нему отношение? Медовый спас, ну, это уже чисто технически, можно сказать так, простым языком. Чисто технически пришлось и так, что на Востоке это время было сбора первого меда. Это сейчас мы уже в наше время можем мед есть круглогодично, получать практически достаточно свежий мед из разных мест, из разных стран. А тогда вот на Востоке это было время собирания первого меда, и вот как раз начаток, то есть начало меда приносили для освящения. Как впоследствии будут, у нас будет впереди еще яблочный спас, так называемый, да, преображение Господня. Это по аналогии время сбора яблок. Совершенно верно, совершенно верно. И молитва-то звучит так, обращение к Богу, чтобы он осветил начаток, то есть первое, первое начало сбора вот этого меда. А, и впереди несли иконного спасителя, соответственно, поэтому и спас. Ну да, нет, но спас имеется в виду, что как раз вот честной животворящий крест, да, но он неотделим от спасителя. То есть, когда говорят о кресте, говорят о распятии, когда говорят о распятии, говорят о христе, и поэтому яблочный спас. То есть, это все равно связано с личностью спасителя. Ну, конечно. Теперь рассказывайте об Успенском посте. Чем он отличается от иных трех? Он строгий, не строгий? Ну, достаточно строгий. Конечно, по сравнению с Великим постом или с Рождественским, он все-таки более имеет послабление. Больше послаблений. Но в основном он практически ничем не отличается от Великого поста, за исключением, может быть, только каких-то богослужебных моментов. Церковь почти не меняет своего богослужебного устава на эти дни, за исключением, может быть, монастырей, там, особых каких-то храмов, где стараются служить достаточно уставным богослужениям. А так, также остается, значит, человек должен оставить рыбу, за исключением воскресных и праздничных дней. Вот, соответственно, мясные продукты, молочные, это все также оставляется Успенским постом. Я напоминаю, телефон прямого эфира 639-717. Позвонив по нему, вы можете задать свой вопрос нашему гостю и романаху Амвросию. Батюшка, а какова продолжительность этого поста? Он закончится 28 августа. Всего две недели? Да. То есть он такой сильный, но коротенький. Малый золотник, да дорог. И еще чем отличается, я возвращусь к вашему вопросу, чем отличается Успенский пост тем, что он начинается со сладкого. Церковь, вот этот Успенский пост, предваряет как раз этим освещением. Ну, пост вообще получается в гастрономическом плане сладкий, да, то есть можно есть мед, овощи, фрукты и все это изобилие. И вот святые отцы об этом говорят, что Успенский пост, он, конечно, отличается от великого или от рождественского, потому что это же пост в память Матери Божией, а она утешительница для всех. И поэтому в этом посту освещается мед, освещаются орехи, освещаются яблоки. Мать, наша небесная мать, Пресвятая Дева, утешает своих детей, чтобы мы не слишком впадали в уныние в этом посту. Ну и чтобы не впасть в уныние, не могу обойти слово санкции. Санкции нам не помешают поститься, ведь нас с яблоками вот ограничивают поляки. Еще что-то? Ну, я думаю, что вряд ли, как сказал... Норвежская рыба куда-то уходит в пост. А здесь ли в Архангельске об этом говорить? В Архангельске ли говорить о норвежской рыбе? Вот, это раз. А во-вторых, насколько я помню, Лавров сказал, что, говорит, благодаря этому мы, может быть, станем немножечко самостоятельнее. Вот, краснодарские яблоки, то есть возможности, возможности заменить то, что, так сказать, санкционировано нашим своим собственным продуктом. Я не вижу вот этого. Да и нас ли пугать санкции. Да, внутренне у меня нету какого-то такой вот тревоги о том, что нам что-то грозит. Нам грозит только одно. Мы станем более работоспособными. Мне кажется, наш народ так натренирован лишениями, особенно за последние 70 лет, что нас напугать какими-то санкциями, на самом деле, невозможно. Так мало того, я смотрю на эти санкции, и они смешны. Ради приличия. Батюшка, а может пост быть во вред? Может. Возможно, такая ситуация. Очень, очень может быть. Почему? Вот одно из песнопений Великого поста, одного из самых, даже самого строгого, наверное, в богослужебном круге, начинается такими словами. Постимся постом приятным. Но приятным в каком смысле? Благоугодным Богу, говорит дальше церковное песнопение. Истинный пост есть зла, оставление, языка воздержания, избавление от страстей. Вот это есть пост истинный и благоприятный для Бога и для человека. И вот если человек, оставляя телесную пищу, кстати, Иоанн Златоуст, святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, говорит, что очень многие из нас, христиан, переставая во время поста есть плоть убитых животных, начинают есть живую плоть своих ближних. Чем важен пост? Человек оставляет так называемое утешение. Ведь ни для кого не секрет, даже в психологии есть такое понятие, как булимия, заедание своего стресса. Это, конечно, крайнее проявление. А когда человек нервничает, он начинает жевать, он начинает как-то пытаться заесть свой стресс, и в посту вот как раз этого, это чувство, вот эта вот возможность, да, она исчезает. И человек начинает вдруг осознавать, оказывается, насколько я зависим от того, что я ем. И человек начинает раздражаться. Человек, не способный бороться с собой в этот момент, начинает срываться на своих близких. Или наоборот, человек излишне постящийся, ни по силе, ни по мере, да, терять здоровье. Потом приходит батюшка и говорит, батюшка, вот я перепостился, у меня живот болит, у меня там слабость, у меня еще что-то, вот, и я впадаю в уныние, я впадаю в отчаяние. Что мне делать? Кто виноват? И священнику приходится говорить, что это твоя вина. Ты чрезмерно наложил на себя пост, который тебе был не нужен. А что заставляет вот это чрезмерие творить? Вы знаете, в... Это не чувство гордыни. Совершенно верно. Я хотел сказать о том, что в прологе, вернее, в потереке, в отечнике, в сборнике, где рассказывается история из жизни разных отцов-пустынников, монахов, есть такая история. Некий инок пришел к старцу и сказал духовнику, вот, отче, знаешь, была такая проблема, пока я жив в монастыре, я так хорошо постился. Вот я мог там есть в один раз в день, и то там черстую корку хлеба. А вот сейчас я попросился в пустыню, я не могу поститься. Почему? Старец сказал ему, потому что ты насыщал свою гордость тем, что братья гляделы на тебя и говорили, посмотрите, какой он постник. И ты, твое тщеславие питалось этим. А когда некому стал оценить твой пост, он и отошел от тебя. То есть вот перестала быть вот эта вот замена, суррогата. И ты, оказывается, оказался, что ты не можешь поститься по-настоящему. Но он же наверняка не замечал... Конечно, он этого не замечал. Так вот пост как раз есть в то время, когда человек может оценить и взвесить свои силы, что в нем есть на самом деле, а что он сам себе придумает. Но для этого всегда нужен духовник тогда, потому что сам себя-то так вот не протестируешь. Тот же монах ведь мог не замечать, что у него тщеславие. Ну, конечно, конечно, мог не замечать, но у человека есть врач. Да, вот человек приходит к доктору, доктор говорит, дает какие-то советы. А человек говорит, вы знаете, я не понимаю, о чем вы мне говорите. Вот вы мне советуете диету, а зачем она мне нужна? Я хочу есть, я хочу жить спокойно и не переживать, что мне съесть, не делать выбор между... Организм просит это все. Да это не организм, на самом деле, часто просит. А именно даже иногда это психология своя собственная просит. Человек-то у труботы не хочет столько съесть, да. А вот внутреннее какое-то человеческое состояние, оно требует сживать что-нибудь. И духовник, конечно, необходим. Это самое, это наилучшее, наивысшее состояние. Но если такового нет или есть духовник, но нет послушания этому духовнику, какой смысл? Человеку говорит духовник, а человек не осознает и не понимает этого. Не хочет принимать. Батюшка, а как попросить священника стать духовником? Очень просто. Так, дойти и поговорить с ним. Батюшка, вот вы знаете, я хотел бы стать вашим духовным чадом. Дадите ли вы на это согласие? Священник может отказаться? Может. Может, совершенно верно. Мало того, не надо хвататься за первого священника, которого вы увидели. Я вот, когда ко мне приходят с таким вопросом, я говорю, давайте вы посмотрите на меня, а я посмотрю на вас. В разных жизненных ситуациях, в разных каких-то моментах богослужебных. Потому что я не всегда один и тот же. Сейчас вы видите меня вот в одном виде, когда я смиренно стою у Аналуи и жду исповедников. А во время богослужения я могу быть другим человеком, где-то, может быть, и не замечать каких-то человеческих моментов, потому что необходим порядок службы соблюсти. Мало того, пойдите, пообщайтесь с другими священниками. Может быть, вы найдете человека, который будет вам еще ближе и лучше понимать вас. И вы будете осознавать его лучше, чем меня. То есть чисто человеческая связь между духовником и духовным чадом, она необходима? Конечно. Не все равно, кому исповедоваться? Мы же вроде как Богу исповедуемся? Или важен тот человек? Духовник и исповедник — это несколько разные вещи. Духовник — это тот, кому человек доверил свою совесть. Чьими советами он будет руководствоваться достаточно повседневно и часто. А исповедник — это тот, кто принял твою исповедь, разрешил твои грехи, если это возможно. Если вдруг есть какая-то проблема с твоим грехом, то он может не отпустить тебе этот грех и посоветовать тебе обратиться за разъяснением к своему духовнику. Вот по поводу духовника... А в чем же разница? Духовнику же ведь тогда тоже исповедуешься, получается, если доверяешься внутренне. Это понятно. Но, допустим, вот духовник живет в одном городе по какой-то причине, а я живу в другом. Допустим, я живу в Архангельске, а мой духовник был, например, покойный отец Ян Крестьянкин в Псково-Печорах. Но я не могу каждый день звонить или писать ему. Но на исповедь-то я должен ходить. Конечно, да. Грехи-то свои я должен говорить. И вот к священнику, который живет в этом городе, я иду, исповедуюсь. А за духовным советом я могу написать или позвонить своему духовнику. Конечно, я не отвергаю совета и какого-то наставления и этого священника, но все-таки приоритеты есть у моего духовника. Взаимоотношения между духовником и духовным чадом очень точно и хорошо описывает покойный митрополит Антоний Сурожский. Он говорит, что духовник, он вообще говорит о священнике, но в частности о духовниках. Духовник хороший садовник. Он не должен пытаться сделать из куста свое подобие. Он должен только подстригать там, где это необходимо, подпирать палочкой там, где необходимо, вот веточку, которая, допустим, обременена плодами. Он не должен стараться сделать из дерева полную свою копию. Точно так же и священник, и духовник должен помогать человеку расти, развиваться, но при этом не делать его своим клоном. Если произошел срыв во время поста, возможно продолжать ему? С Исою Великому, если я не ошибаюсь, то есть однажды у его ученика спросил, говорит, «Отче, я вот скрешил». Он говорит, «Вставай». Он говорит, «Я встал и опять упал». Он говорит, «Опять вставай». «Я, говорит, десять раз встал и опять упал». Он говорит, «Ну и вновь вставай». Он говорит, «Да какой же степени это будет? До тех пор, пока... Либо пока ты не победишь свою страсть, либо не придет Господь и не заберет тебя в восстание или в падение». Как Господь в Евангелии говорит, «В чем застану, в том сужу». Если человек упал и не поднимается, это одно. Если человек упал, поднялся, идет дальше, это другое. Точно так же и в посту. Произошел срыв. Можно остановиться на этом срыве, то есть сделать остановку и продолжать поститься дальше. Может быть, чуть-чуть усилить пост. Может быть, отказаться в качестве такой компенсации своей. Не какой-то Богу, а вот именно своей компенсации, отказаться еще от чего-то. Например, вот меня задают вопрос, а если, как поститься детям? И, кстати, ваш великий земляк, Иоанн Кронштадтский, на эту тему говорил, в этой ситуации лучше отказать, попробовать объяснить ребенку, чтобы он отказался от сладкого, от конфет. Не надо лишать его молока или мясной пищи. Это в том случае, если они у него любимые. Да, да. Ну а у какого ребенка конфеты? Я правильно понимаю, если, условно говоря, человек, которому отказаться от мяса ничего не стоит, он, может быть, его в принципе не ест. Крайний случай, берем вегетарианца, но не ест человек мясо. Мало того, есть такая... То для него в пост-то надо найти именно то, что ему нравится. То есть это может быть даже черный хлеб, если он его любит. Возможно, но это не означает, что он может продолжать есть мясо. Отказаться от мяса он должен, но он при этом должен найти такой вот... То, что его обременит несколько. Да, себя. Вот преподобный Серафим Саровский, память которого была совсем недавно, в начале церковного месяца этого, он носил за спиной сумку с камнями, песком и Евангелем. И когда его спрашивали, «Бачка, зачем вы это делаете?» Он говорит, «Там люто мящего меня». То есть он носил это не по какой-то другой причине, а для того, чтобы еще больше немножко усилить вот это вот давление на плоть. Ну, это одно. Второе. Пост ведь на самом деле, это не столько телесное воздержание, сколько это... Телесное воздержание — это только помощь для того, чтобы еще более четче выявить в человеке страсти. Когда змею кормишь, говорят святые цели, под змеей подразумевается какая-то страсть, когда змею кормишь, она лежит спокойно, она не будет шевелиться и не будет доставлять тебе проблем. Она будет расти, утолщаться, но при этом не будет доставлять тебе проблем. Попробуй лишить ее питания, и вот тут ты увидишь ее нрав. Вот это и есть последствия поста. Но другой вопрос, что если человек раздразнил эту змею, а что с ней делать дальше? Как ее усмирять, как укрощать ее? Как не дать ей, помимо того, чтобы укусить самого человека, нападать еще и на моих близких? Близких, знаемых, даже совершенно незнакомых сотрудников по работе. Вот это и есть то, о чем говорят святые цели. Невидимая братья, невидимая борьба, невидимая какая-то война. Батюшка, а как? Ну вот чаще всего наши проблемы, по-моему, возникают от того, что мы обижаемся. Заслуженно-то, незаслуженно, чаще незаслуженно, скорее всего. Как избежать обид? Избежать обид... Как никогда не обижаться? Наверное, невозможно никогда не обижаться. Проще научиться, наверное. Проще научиться быстрее прощать. Ведь Евангелие нам, кстати, дает эту подсказку. Господь говорит в Евангелии, да не зайдет солнце во гневе вашем. И дальше он говорит в одной из притч. Если ты идешь с соперником твоим к судье, то постарайся примириться с ним, прежде чем ты дойдешь до этого судьи. Потому что иначе он передаст тебя судье, судья передаст тебя слуге, который посадит тебя в тюрьму. И ты не выйдешь из этой тюрьмы до тех пор, пока не отдашь последний долг, последнюю копейку. Так вот, постараться примириться с человеком, постараться побыстрее простить этого человека, это более реально, чем не обижаться. Для того, чтобы не обижаться, надо, наверное, все-таки стать святым. А вот научиться прощать может любой человек. А как прощать, если человек обиделся, тебя незаслуженно? У христианина это, на самом деле, очень просто. У него есть замечательный пример. Христос. Разве он заслуженно пострадал? Но это что называется теория? А на практике-то как? А как теорию применяют в практике? Вот есть техника безопасности. Вот как? Техника безопасности написана. Нужно пристегивать, допустим, какой-то там ремень безопасности, когда лезешь на стол. Вот тебе, пожалуйста, применяй теорию, то, что написано в книжке, применяй на практике, и это спасет тебя. Точно так же и в Евангелии. В Евангелии написано, как Господь страдал за нас. Примени это к себе. И это и будет решением. Мало того, ведь не надо забывать, что если в простой, обыденной жизни человек как бы сам решает свою проблему, то если это касается какой-то духовной стороны жизни человеческой, у этого человека всегда есть помощник. Этим помощником является не кто-нибудь, а сам Господь. Если человек говорит, Господи, вот я обижаюсь или еще что-то делаю, какой-то момент, и хочу исправиться, но я понимаю, что я сам этого не могу. Или, может быть, даже не хочу. Помоги мне, Господи. И в ответ на его молитву Господь приходит и помогает человеку. Вдруг совершенно неожиданно человек ощущает некое освобождение, некое вот такое успокоение в сердце. Батюшка, если мы молимся Спасителю Христу, Богородице, Ангелу-Хранителю, мы в каком случае молимся? Он за что отвечает в плане нашей духовной безопасности? Ангел-Хранитель отвечает за все. Вот у нас есть президент, у нас есть премьер-министр, у нас есть министр здравоохранения, но у нас есть мама. Вот и мама, она всегда рядышком. И вот Ангел-Хранитель это вот наша такая духовная мама, которая должна за нами наблюдать ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Это не означает, конечно, что Господь где-то далеко, как по той старой пословице, до Бога высоко, до царя далеко. Нет. Но Ангел-Хранитель это вот такой наш действительно личный, личный телохранитель, который и поставлен. Подсказывать, поддерживать, где-то, может быть, и удерживать нас от чего-то. Я знаю в истории разных людей, особенно монахов, были такие моменты, когда в силу определенных обстоятельств человек просыпал на утреннюю службу. Есть такой старый совет. Если ты не можешь сам услышать свой будильник, попроси Ангела-Хранителя, чтобы тебя разбудил. Действует безотказно. Проверял. Подтверждаю. Действует безотказно. Дальше только момент совести. Услышал ты его или нет? Да, захотелось это послушать. Не услышать ты его не можешь. Не услышать невозможно. Вопрос, поднимешься или нет. Интересно. Собственно, путем дошел тоже до этого. Батюшка, вот в службе, коли мы заговорили о церкви непосредственно, вот в службе есть моменты, когда часть прихожан встает на колени, а часть нет. Вот как правильно поступать? Вставать со всеми на колени или нет? Вот если человек не ориентируется в службе. Ну, вот если человек не ориентируется в службе, то лучше стоять. Вот если вы видите, что большая часть, включая священнослужителей, становится на колени, то, конечно, стоит это делать. Вот. Если это делает совершенно небольшая какая-то отдельная группа людей, то, ну, кто его знает. Возможно, эти люди готовятся вот сейчас исповедоваться. Там читаются молитвы, священник совершает подготовку к исповеди, возможно, они становятся. Возможно, у этого человека свое какое-то личное молитвенное настроение, да, вот у него. То есть лучше ориентироваться по священнику, который возглавляет богослужение. Конечно. По священнику или по диакону. Ведь диакон в церковной жизни это как раз ангел-хранитель. Вот. А он ангел-хранитель богослужения? Ангел-хранитель богослужения? Да, хранитель богослужения и людей. Людей, молящихся за этим богослужением. Поднятый орарь, который диакон поднимает, это как раз и есть некая такая дирижерская палочка, которая показывает, когда нужно креститься, какие моменты. И ориентируясь на священнослужителей стоит. Но святые отцы говорят, что если все-таки у тебя пришло какое-то молитвенное настроение, не отвергай его, отойди в уголок. Если пришло такое состояние, не надо, конечно, остановиться посреди храма. Потому что это очень диссонирует с единством церкви. Встань в уголке. Скромненько. Да. Встань в уголке, и, может быть, тогда ты вот это вот свое молитвенное чувство выльешь. И не будет дискомфорта и у тебя. Не останется ощущения того, что ты, как это сейчас говорят, выпендрился. Но с другой стороны, и у людей не будет такого ощущения, что он благочестивее, а я вот... Не будет и осуждения. То есть избежать не только того, чтобы самому быть соблазном, но и чтобы кто-то другой не дал тебе соблазна своим поведением. Вот к вопросу о скромности. Скромно или не скромно свое имя в записке о здравии писать? А почему нет? Почему нет? Вот если я пишу записку, тем более это храм мне незнакомый. Я же пишу людей, о которых хотелось бы, чтобы помолились. А кто же... О ком же я буду молиться в первую очередь? Больше, чем о себе. Поэтому ничего плохого нет. Другое дело, что если, допустим, я сам нахожусь постоянно прихожанином этого храма, мою записочку, может быть, батюшка уже даже и знает, как она выглядит. Почерк мой знает или еще что-то. Тогда, может быть, и не стоит писать собственное имя. А так ничего страшного в этом нет. Батюшка, Успенский пост, он в конце лета. Прям и деньки вроде сейчас неплохие, теплые. И вода прогрелась. Будет грехом в Успенский пост пойти на пляж и купаться? Ну, вообще-то такая традиция и церковная, и старая уже русская традиция после Ильи. Пророков-то уже не купаются в большом счету. Ну, климат вот у нас сейчас меняется. Жанна какая стояла. Ну, если так, если так. Знаете, на самом деле, ведь вот многие цитируют святых отцов. Мир во зле лежит. Но многие ставят здесь точку. А ведь там есть запятая. И дальше написано. Но мир не есть зло. Бог не создавал ничего плохого. Поэтому, конечно, может быть, постом и стоило бы удержаться от этого. Именно от того, чтобы там купаться, совсем уж сильно загорать. А вот пойти посидеть на природе. Ничего плохого в этом нет. Почитать природу как книгу, написанную рукой Творца, вот это было бы полезнее, я думаю. Почему храм называют моделью мира? Встретилось мне недавно такое выражение. Ну, потому что это просто так. Действительно, алтарь, да, храм состоит из трех частей. Алтарь — это небо. Вот та часть, восточная часть храма, в которой находится, значит, престол, в котором чаще всего находятся священники, это модель неба. Да, где присутствует сам Господь, невидимо, ангелы. То, что находится за иконостасом. Да, то, что находится за перегородкой с иконами и иконостасом, это небо. То, что основная большая часть храма — это земля. Здесь чаще всего в ней и изображают, допустим, на стенах святых фрески или иконы. Да, то есть тех людей, которые когда-то жили на земле, но уже сейчас движутся, уже сейчас находятся на небе. Вот. А притвор в традиции церковной сейчас, конечно, это не соблюдается, а в первые века в притворе находились люди, которые по какой-то причине были отстранены от участия в основной церковной жизни, в основных церковных таинствах. Туда оглашенные выходили. Оглашенные, отлученные от причастия, кающиеся, припадающие, то есть те, кто проходил вот эти ступени покаяния. И поэтому он символизировал в какой-то такой отдаленной мере символизировал с собой, ну, может быть, ад, место исправления, место очистилища такого. Не в католическом понимании, а именно место очищения. Поэтому, конечно, церковь в этом отношении напоминает, конечно же, модель мира. Мало того, над входной дверью очень часто изображали икону Страшного Суда, чтобы человек, выходя из храма, последнее, что он видел, это, с одной стороны, второе пришествие Христа Спасителя, с другой стороны, чтобы, покидая храм, последняя мысль, которая его была, о том, что каждый из нас будет иметь ответ перед Богом. Чтобы человек уходил из храма именно с чувством покаяния, с чувством, с намерением побороться в сегодняшний день, выйдя из храма, сделать что-то для своей души, сделать что-то для своего спасения. А есть определенный порядок в том, как в храме висят иконы? Всегда кажется, что там все по-разному. Если не считать иконостаса, то в остальном, остальная часть храма, обычно нету какого-то единого распорядка, как должны висеть иконы. Да, иконостас, он имеет свои особенности. Допустим, есть центральные царские вратакты, так называемые, центральные двери. Справа от них обычно располагается икона Спасителя, слева, значит, икона Матери Божией. Дальше идут две боковые двери, так называемые северные и южные врата. На них изображаются либо архангелы Михаила Гавриила, либо архидиаконы Стефаны Лаврентий, либо разбойник благоразумный, то есть тот человек, который первый вошел вместе со Спасителем в рай. Дальше, с правой стороны обычно изображают после дверей, изображают икону того святого, которому посвящен храм или праздник. А с левой стороны уже после дверей могут уже изображаться какие-то либо местночтимые святые, либо уже что-то другое, то есть пожелание. Следующие ряды тоже имеют свое назначение. Есть так называемый пророческий ряд, в котором изображаются все пророки, или большая часть пророков, которые были, пророчествовали о Христе, жили в Ветхом Завете. Апостольский ряд, где изображаются либо все 12 апостолов, либо какая-то малая часть. есть чаще всего верхний диисусный так называемый чин, когда изображается есть образ Спасителя, сидящего на престоле. С одной стороны от него предстоит Матерь Божия, с другой стороны Ян Претеча. А в остальном основная часть храма это уже по необходимости, по нужде, по зависит от таланта иконописца или от каких-то пожеланий, которые были. В остальном расположение икон тоже бывает. Если это чтима икона какая-то, то ее стараются поставить так, чтобы она была видна из всех уголков храма. Если это образ подаренный кем-то, то его тоже стараются оформить так, чтобы он был заметен. Батюшка, скажите, пожалуйста, в основании алтаря всегда лежат мощи. Мощи могут быть любого святого или это обязательно мощи в честь кого храм назван? Нет. Построен. Например, наш нынешний кафедральный собор пророка Ильинский, где вы найдете мощь пророка Ильинского? Ведь он же был живым взят на небо. Тем более архангела Михаила строящегося. В средние века в католических странах был такой момент, когда из-под полы предлагали перу архангела Гавриила. Торговцы такие. Было такое. Торговцы реликвиями. Нет. На самом деле в основании престола всегда полагаются мощи мучеников. То есть тех людей, которые засвидетельствовали свою веру не просто писанием, а именно мученические мощи. Традиция такова. Во-первых, у каждой традиции церковной есть несколько аспектов. Первый аспект чаще всего это исторический. Почему? Потому что первые литургии во время гонения на христиан совершались где? В катакомбах, на могилах убитых, на могилах мучеников, пострадавших за Христа. И вот именно оттуда и пошла эта традиция вкладывать мощи святых либо в сам престол, либо в такой четырехугольный плат, который заменяет престол. Допустим, если это антиминс. так и переводится вместо престолья анти это вместо или против анджет минус минсос это престол стол. Но во-вторых есть такое выражение у святых отцов я могу доверять только тем свидетелям которые за свое свидетельство позволили убить себя. Ну или говори если цитировать чё-то точно перерезать себе горло. которые за свое свидетельство позволили заплатить своей кровью. А как раз с греческого мученик на греческом мученик и звучит мартирос то есть исповедник. Мартирологи списки мучеников списки исповедников пострадавших за Христа. И поэтому они как наиболее проявившие свою веру не просто с жизнью не просто словами а своей смертью свою смерть подарившие людям за Христа они являются основанием престолов на котором приносятся бескровные жертвы Христова. Вот говоря о жертве батюшка а к чему может быть с этого вопроса и надо было вообще начать нашу сегодняшнюю беседу а зачем Христу спасителю вот это наша жертва да еще в виде поста для него то вот какой в этом прок Христу на самом деле наш пост по большому счету не нужен он нужен самому человеку почему потому что в Евангелии Господь говорит есть такой момент когда Господь изгоняет из человека демона а до этого до этого ученики его которым обратился отец этого юноша больного они не могли исцелить его они приводят его к спасителю и говорят мы не смогли учителю мы не смогли этого сделать и Господь говорит этот род то есть род демонский невидимых духов злобы изгоняется только постом и молитвой поэтому пост бесы боятся поста и молитвы молитва понятна нет бесы боятся не самого поста в жизни преподобного Макария Великого ведь церковь не зря дала ему такое номинование Макарий Великий есть такая история демон является к нему и говорит Макарий ты мало ешь я вообще не ем ты мало спишь я вообще не сплю только в одном ты побеждаешь меня ты смиряешься перед людьми а я не смирюсь перед Богом вот пост это вспомогательное я еще раз повторю то что говорил в течение всей программы пост позволяет человеку увидеть себя таким какой он есть без прикрас это не жертва которая нужна Богу это жертва которая нужна человеку вот Господь принимает эту жертву потому что ну как принимает любой любой добровольный дар любой добровольный И помогает очиститься. И помогает очиститься, помогает человеку справиться с последствиями того, что он в себе выговорит. А если человек из поста выходит таким же, каким вошел в пост? Если он из поста в пост не меняется? Не может быть. Не может такого быть. Если человек хоть немножечко старается очередным постом поститься, даже пускай просто ничего особенно духовно не делая, но все-таки стараясь соблюсти вот этот пост, он с каждым разом начинает все больше и больше убеждаться в том, насколько ему самому бывает сложно принести эту жертву, но насколько полезно это бывает для него, если он все-таки хоть немножечко придет к этому, принесет, попытается принести эту жертву. И тогда, я когда-то уже говорил, это мои же собственные слова, вот эта жертва, которая по большому счету Богу не нужна, но она принимается, потому что человек ее приносит. Как может любящий отец не принять дар, который ему принес ребенок, который ему принес сын или дочь? И в ответ на этот дар пускай он будет самый маленький. Ну, погладить по головке захочется. Я думаю, что там даже не только погладить по головке. Отец все свои, так сказать, возможности, все свои богатства, всю свою любовь и все свое время, даже если он сейчас занят очень серьезной какой-то вещью, он отложит в сторону, посвятит время своему ребенку. Хорошо, тогда откуда человек может браться такое чувство, что он не меняется? Или с этим к духовнику надо идти? Нет. Человек может и не увидеть, что он изменился. Иногда Господь закрывает от нас видение не только наших грехов, но больше всего закрывает от нас видение нашего исправления, чтобы мы не вешали себе каждый раз медальку. И не останавливались. Совершенно верно. Но остановиться-то очень сложно бывает. Мы уже говорили о тщеславии. Человек говорит, вот я попастился в этом году, вот хорошо попастился. Это уже тщеславие. Конечно, он повесил себе уже некую медальку и потерял то, чем стремился. Господь говорит, что тот, кто ищет награды здесь, на земле, тот ее получает. Но он может потерять ее за это на небесах. То есть через это тщеславие человек теряет то, что ему на самом деле надо. Он иногда зачеславившись, увидев собственное, испытав собственное чувство гордости, он не заметит то, что на самом деле должен был вынести из поста. Тот вывод, который должен был с ним произойти. И тогда он, конечно же, практически не изменится или не изменится сознательно. Ведь Господь говорит в Евангелии, я уже не называю вас рабами, я называю вас сынами. Раб не знает, что творит Господин его, а сын знает, что делает Отец его. То есть Господь требует от нас осознанного подхода. Желает, даже не то, что требует, желает нам ответственного подхода, осознанного подхода к своему собственному спасению. Здесь возникает тогда чисто философский момент. А если у человека к Богу возникает вот это чувство любви, ну, как у ребенка к своему отцу, то тогда какая тут жертвенность? Потому что он все делает по любви. Он ничего от себя не отрывает. И ни в чем себе не отказывает. Потому что он делает ради любимого отца. Но ведь главное проявление любви — это и есть жертвенность. Я не могу оскорбить своего отца. Я не могу сделать не так, как он мне заповедует. Я не могу сделать по-другому, то есть чем-то поступить не так, как он говорил мне. И это все равно ведь тоже жертва. Я хочу играть, а мне нужно, вот мне папа сказал, нужно сделать то-то. Я оставляю свою игру, иду и занимаюсь. Я жертвую. Я это делаю не потому, что боюсь, что папа меня накажет за несделанную работу, а потому что я боюсь расстроить, что отец придет, а у меня дело не сделано. Мама попросила вынести меня мусор, а я сейчас сижу за своей какой-то игрушкой. Я это делаю не потому, что боюсь, что мама придет и будет ругаться, а потому что я понимаю, что мама трудится, мама работает. Да в конце концов, ведь я люблю ее. И раз она меня попросила, я же должен... Она на меня рассчитывает, что я этого не сделал. Совершенно верно. И это ведь тоже жертва. Жертва по любви. Не через насилие, не через опасность быть наказанным за неисполнение, а жертва по любви. Мать, которая жертвует ночами, жертвует, может быть, своей даже какой-то жизнью. Ей хочется поехать на курорт. Как помните в старом мультике «Простоквашина». Наша квартира напоминает мне программу «Что, где, когда». Что, где находится, когда все это кончится. Я хочу на этот самый... Я хочу ехать на море. У меня платье там три неизношенных. А дядя Федор хотел в «Простоквашину». И он поехал в него. И родители, несмотря ни на что, смирились с этим. Можно ли сказать, что... Кстати, разбираю вот этот момент. Кто в каком порядке виноват? Дядя Федор имел право нарушить пятую заповедь? А слушаться родителей уехать? Договорить же их на юг. Конечно, не имел право. Но родители имеют право не потребовать с него ответственности за эту заповедь. Часто ли мы... Вернее, редко ли мы нарушаем заповедь Божию? Часто. Но часто ли с нас Господь спрашивает по всей строгости за эти заповеди? Практически никогда. И только тогда, когда мы уже усиленно нарушаем эту заповедь... Совсем разойдемся в своей шалости. И даже не Господь наказывает нас, а нарушение самой заповеди приводит к... Нарушение техники безопасности духовной приводит к последствиям. Ну и буквально последний вопрос. Программа наша подходит к концу. Какие-то ограничения от поста могут быть? По здоровью? Могут. По внутреннему состоянию психологическому? Для этого нужно. Для того, чтобы это, опять же, не было самоволием. Для того, чтобы не было такое, что... Ой, вот сегодня у меня что-то... Вот голова болит. Так хочется чего-нибудь вкусного. Пойду-ка я... Молочка попью. Да молочка ладно. Молочка-то ладно. Хочется чего-нибудь такого вот, этакого. Вот, вот, с подвыпертым. Вот. Пойду-ка я себе позволю. Раз мне хочется, раз у меня голова болит, значит, я пойду себе позволю. Нет. Для этого нужно пойти к священнику, сказать батюшке. Вот у меня есть медицинские показания. Мне нужно вот... Когда ко мне подходят так, я говорю, батюшка, благословите меня на послабление поста. Я не говорю, Бог благословит. Я спрашиваю, а что конкретно вам нужно? Если вам нужно мясо, кушайте мясо, но все остальное, там молоко, яйца, все остальное оставьте. Если там, допустим, какая-то проблема, особенно у пожилых людей, хрупкие кости, нужно молоко или там изжога, или еще что-то. Кальций, да. Пожалуйста, говорю, пейте молоко, но все остальное соблюдайте. Поэтому в основном вот есть, или, допустим, человек после операции есть какие-то вот. Но чтобы это не было саморазрешением, да, чтобы человек не сказал так, ну все, я вот, мое желание, это есть мое благословение. Поэтому подойдите, спросите, озаботьтесь с началом поста, подойдите к священнику и спросите батюшка, мне нужно такое-то вот послабление. Можно ли это сделать? И с рассуждения священника это послабление можно совершить. Спасибо большое, отец Амбросий. Я благодарю вас за добрую беседу. На добром слове и прощаемся. Дорогие друзья, у нас в гостях был и романах Амбросий Громов, клирик Ильинского кафедрального собора. Благословите, батюшка. Благословение Божие и покров Пресвятой Богородицы, да пребывает со всеми нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин